В гимназии номер 76 рядом с расписанием уроков, теперь еще несколько других. Это расписание внеклассных занятий, график работы секции. По словам исполняющего обязанности директора гимназии Анжелики Яловицкой, 97% детей после учебного дня продолжают образование. Кто в спортивных секциях, кто в музыкальной, кто в художественной школе. Дополнительные занятия, занятия в кружках и в секциях. Вроде обычное дело, проверка дневников. С другой стороны, и дневники необычные. Это скорее индивидуальные журналы внеклассных занятий. Да и проверяет их не учитель, а глава Сочи. Надо не только хорошо учиться, что очень важно, конечно, но еще и быть увлеченным в какое-то любимое дело. То ли в спорт, то ли в художественную гимнастику, то ли в музыку. То есть человек, который кроме хороших знаний имеет еще и хорошее увлечение, он счастливый человек. Еще в разгар каникул Анатолий Пахомов предложил сделать так, чтобы сочинские школьники могли получать максимальный доступ ко всем видам дополнительного образования. Теперь подводятся первые итоги. Управление образования совместно с нашими школами начало эту работу. Мы продвигаемся уже. В среднем у нас от 93 до 99 процентов занятости. Сегодня есть такие возможности у города, чтобы каждый учащийся получил дело и занимался им по своему вкусу. Максимальная занятость школьников полезна не только для развития детей, но и для профилактики правонарушений. Такой точки зрения придерживаются и педагоги, и власти Сочи. Это уже ведь самые последние версии, просто вот, чтобы участвовать. Робототехника – это направление становится все более популярным в мире. В 13-й школе внеклассные занятия еще идут и по этому предмету. Становится он востребованным и в других учебных заведениях. И сегодня школьники города не просто готовы принять участие, но и добиться хороших результатов во Всемирной Олимпиаде по робототехнике. Она пройдет в Сочи в ноябре. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.